В рамках этого видео я буду инвестировать на индивидуальный инвестиционный счет. Напомню, что я зарабатываю деньги с этого YouTube-канала и заработанные деньги инвестирую в рамках YIS с полного нуля. Начну с демонстрации доходности, потом пополню счет и сделаем покупки. Демонстрация доходности нужна для понимания новичков, которых довольно много, стало на моем канале в последнее время, что стоит ожидать от счета. Буквально два слова, рецензия по цифрам и поехали инвестировать. Обратите внимание, что вот он счет был с нуля, он чуть больше, чем полгода у меня существует. Получается, он разросся уже до 600 тысяч рублей. Это уже отличный уровень капитала. То есть, многие новички спрашивают, а сколько денег нужно, чтобы получать какую-то заметную приемлемую доходность, которая как-то может влиять на нашу жизнь. 600 тысяч рублей более чем достаточно. Даже скажу, что у меня цифры какие-то более-менее приемлемые пошли уже с капиталов 200-300 тысяч рублей. Ну а 200-300 тысяч рублей, даже с меньшими пополнениями, чем это делаю я в рамках ИИС, и этого эксперимента может достичь абсолютно любой, откладывая по 2-3 тысячи в месяц. Об этом я тоже делал неоднократные видеоролики на канале, можете посмотреть. Так вот, обратите внимание, что за месяц, я показывал в одном из последних видео эту цифру, но нужно продублировать и в рамках рубрики самой тоже этот момент, за месяц доходность составила 35 тысяч рублей. Буквально еще вчера-позавчера была около 40 или 45 тысяч, при этом что за полгода всего лишь 46 тысяч, то есть 5 месяцев до этого доходность была практически нулевой. Почему? Потому что база инвестиционная постепенно нарастала, и с каждым разом, когда я пополняю свой счет, и допустим он будет уже послезавтра 6 миллионов рублей, на 6 миллионов рублей доходность или убытки, которые будут генерировать рынок, они будут сказываться существеннее, и допустим если счет сначала вырос на 10%, то есть там плюс 60 тысяч рублей, а потом я пополнил его на 6 миллионов, он упал обратно на те же ну грубо 10%, то вроде как рынок остался на месте, но я сначала заработал 60 тысяч, а потом 600 тысяч я потерял. И образуется убыток 540 тысяч рублей. Ну с доходностью то же самое, просто другая база идет, вот и до определенного уровня у меня уже из разросся. График красивый, он будет такой, если вы будете регулярно пополнять свой счет, ну вот у меня допустим иногда скачки такие бывают, это когда с ютуба мне какая-то выплата приходит побольше, чем обычно. Если что, внизу есть ссылочка на мой телеграм-канал, где я публикую больше контента про инвестиции, даже про трейдинг немножко, так как я на основной работе свои трейдеры, деньги там зарабатываю. Вот тут контента больше, и здесь вот в том числе и в рамках индивидуального инвестиционного счета я новости публикую. На этой неделе я должен пополнить свой счет на 41 172 рубля. Что ж, делаем и покупаем активы. Вообще в рамках этой рубрики я показываю, как важно инвестировать с полного нуля. Да, у меня пополнения получаются больше, чем, может себе позволить, среднестатистический россиянин. Да, у меня получается результат будет быстрее, но вы просто высчитывайте по формуле, что если я, допустим, пополняю в 3 раза больше, чем можете вы, или в 4, или в 10, ну, у вас будет такой же результат, просто чуть дольше. Ну, не за полгода, за год, за 2 года. Если у вас не было никакого результата в инвестициях, вы полный ноль, и за 2 года у вас накопится, скажем, 600 тысяч рублей. Ну, плохо ли это? Да нет, это прекрасно. Через 2 года у вас уже будет база, на которой вы будете получать доходность. Да, может быть, не за полгода, если у вас пополнения меньше, но тем не менее. Стратегии у меня было много разных на этом счету. Можете посмотреть первые выпуски на канале, когда было мало пополнений у меня, когда был небольшой счет, у меня была одна стратегия, потом другая. Сейчас она рисковая, повторять ее не нужно, она не диверсифицирована. Это просто эксперимент, что будет со счетом, чтобы подписчики на YouTube посмотрели и порадовались, или посмеялись потом в итоге. Ну, такой развлекательный, можно сказать, контент в рамках инвестиций. Просто IT-сектор, просто 5 компаний крупных американских. Может быть, они обвалятся все в 2 раза и никогда не восстановятся, кто же знает. Может быть, они всем открутятся через год. Ну, это я, конечно, утрирую, но, грубо говоря, когда будет падать IT-сектор, когда будут падать гиганты IT-сектора, допустим, какой-нибудь Сургут нефтегаз будет расти на 100%, ну, получается, кто-то, кто диверсифицированно портфель собирает, получит, ну, может быть, и недоходность, но минус, там, скажем, 10%, я получу минус 70%, если оно упадет на 70%. То есть, вот такой тут есть риск, такая повышенная волатильность, мало диверсификации, по отраслям ее вообще нет. Но, тем не менее, пополняю свой счет. Нажимаем кнопочку «Пополнить». На индивидуальный инвестиционный счет мне нужно 41 172 рубля. Нажимаем «Пополнить». Ну что ж, счет пополнен. Переходим обратно в портфель, смотрим, что с ним происходит, и вот 41 000 в рублях. Он подрастает, замечательно, мне это нравится. И, знаете, вообще, честно сказать, я делал отдельный ролик на эту тему, можете посмотреть более подробно, но если в двух словах, то первые три года, как вы будете пополнять свой счет, неважно, на 2 000 рублей в месяц, на 20 000 в месяц, на 200 000 в месяц, неважно. Но первые три года у вас счет будет расти в основном за счет пополнения, и вы будете наращивать как раз-таки вот эту самую базу капитала, на которой потом впоследствии, уже через три года, на четвертый, на пятый, вы будете получать пассивный доход от прироста ваших инвестиций. Ну, там зависит, конечно, все от той доходности, которую вы получаете. Доходность там 1% годовых и 100% годовых в течение, в среднем, да, в течение пяти лет. Это колоссально, в этой доходности колоссально есть разница, и если вы получаете 100% годовых, может, и в течение первого года у вас уже будет основной прирост именно за счет инвестиций, но если взять среднерыночный уровень или там чуть выше среднего, я для этого как раз-таки инвестирую по такой рискованной стратегии растущей, ну, три года примерно у вас будет счет расти за счет пополнения. У меня может быть чуть-чуть меньше, может быть скоро у меня уже будет основной рост из-за роста котировок, может быть там дивиденды мне уже будут хорошие капать скоро, но не через три года, а скажем, через два. Полгода прошло, там еще полтора пройдет, будет немножко другая картина у меня, например, потому что у меня, допустим, процент среднегодовой ожидаемой повыше будет доходности, чем в среднем по рынку. Для этого я такую, как говорю, стратегию использую. Далее покупаем доллар, смотрим, как я его покупаю, по какой стратегии. Постоянно, регулярно, равномерно, видите, какой график не откроешь, где я его покупал, и на хаях покупал, покупал его и на дне. Как начал инвестировать сняков инвестиций, вот здесь вот я его постоянно покупаю. Покупаем его и сейчас, нажимаем купить, выбираем индивидуальный инвестиционный счет, с индивидуального инвестиционного счета можно купить 555 долларов с комиссией в 20 рублей 50 копеек, нажмем купить. Что ж, доллары куплены, и теперь мы идем инвестировать, потому что покупка доллара, как вам известно, это не инвестиция. Но перед тем хочу подарить бонусы и подарки для моих новых подписчиков. Буквально одну минуту, посмотрите, можете 1000 рублей просто так получить за заказ дебетовой карты или открытие брокерского счета. Сейчас будет подробнее. В описании будет ссылка на подарок в 1000 рублей за заказ дебетовой карты Тинькова. Дебетовая карта, напомню, это карта не кредитная, а так, где вы расплачиваетесь своими деньгами. Карта при выполнении определенных условий абсолютно бесплатная. И, кроме того, вы получаете большой кэшбэк от 1000 рублей. Это то, что вам дадут в случае, если вы за первый месяц потратите по карте 5000 рублей. Сверху всех кэшбэков, то есть идете в магазин, покупаете продуктов на 5000 рублей, получаете 1000 в подарок. Вот такое интересное предложение, плюс актуалочка для моих подписчиков новых. Ссылка в описании на регистрацию счетов Тиньков брокерского. На 1000 рублей вы получаете также подарок, если за первый месяц покупаете чего-то на брокерском счету, на акции облигаций и фондов на 5000 рублей. Открываете счет по ссылке внизу, пополняете его, покупаете себе акции облигаций на 5000 и 1000 рублей, еще получаете сверху, то вы же можете их инвестировать. Такой приятный бонус, подарок для новых зрителей канала. Ну а мы смотрим, что происходит с активами теперь на нашем счету. Видим, что это за сегодня у нас такая циферка, да, давайте за все время посмотрим. Видим, что Facebook у нас на нуле, Google дает 20% доходности, о нем я говорил в прошлый раз, что я его не покупаю, не докупаю, одна акция как была, так и есть, но доля компании в портфеле постоянно увеличивается, потому что одна акция стоит 2000 долларов, очень дорогая. На 5% вырос Apple, на 2,8% Adobe, на 8,5% вырос Microsoft. Я стараюсь держать пропорцию одной компании наравне с другой, то есть у меня 5 компаний в среднем по 20% и та компания, которая отстает по сумме на счету, я ее постепенно-постепенно докупаю. Я так понимаю, что до Google время еще долго, не дойдет с такими ценами. Мне нужно по 4000 долларов по факту иметь в каждой компании, чтобы я Google мог купить суммарно вторую акцию на 4000 долларов. Ну окей, поехали покупать Apple, он всего лишь на 1374 доллара у меня находится в портфеле. В прошлый раз, насколько помню, купил Microsoft, хотя могу ошибаться, не помню точно, но сегодня покупаем Apple. Буду покупать на всю сумму, в следующий раз, скорее всего, если сильная ситуация на рынке не поменяется, будем покупать Adobe. Это не самое адекватное, так скажем, плохое слово, не самое адекватное, а стратегия, да, хотел сказать. Ну окей, можно так выразиться. Это не самая адекватная стратегия, поскольку мы видим, что я могу Google не докупать, он может в два раза вырасти по факту. И что это значит? Это значит, что надо было, вероятно, покупать только Google и получить двойную доходность. Ну не двойную, вернее, в два раза увеличить свой счет. Поэтому тут скорее нужно пропорцию в портфеле держать таким образом, что если компания, ну в зависимости от капитализации, не буду вас сильно грузить, но нужно учитывать капитализацию компании в идеале. Я же без учета капитализации просто по количеству компаний по 20% распределяю. Это не совсем правильно, но тем не менее, окей, счет пока не супербольшой, там не 6 миллионов, да, а 600 тысяч рублей. Буду делать именно так. Что ж, нажимаем на Apple, 10 акций у меня в портфеле есть, смотрим, что с ними происходило, когда я их покупал в течение года. Ну я вот буквально только-только начал вести этот счет, полгода назад я его начал вести, пока я пришел к этой стратегии, пока капитал разогнал до уровня приемлемого для покупки того же Apple и других акций этих компаний. Покупал я его, получается, по 130 долларов, покупал там по 128, вот он подрос по 142 и усреднялся. Сейчас он там чуть-чуть просел, потом восстановился слегка, я его снова покупаю. Что ж, нажимаем купить на индивидуальный инвестиционный счет и списываем деньги также с индивидуального инвестиционного счета. Нам доступно 4 акции на 551 доллар, у нас всего 568, отлично, как раз 4 акции покупаем с комиссией 28 центов. Что ж, поехали. Акции Apple находятся у нас в портфеле, заходим назад и смотрим, что у нас получается, 656 тысяч рублей. При том, что, обратите внимание, здесь нет подушки безопасности никакой, то есть тут нету долларового кэша, тут нету валюты в портфеле. При том, что у меня на основном портфеле, видите, валюта обязательно присутствует, причем она присутствует в большем объеме. Но я буду скоро это все дело выводить, отсюда это тема отдельного ролика. Индивидуальный инвестиционный счет обязательно оставлю и что я могу сказать, с этого дня у меня в работе 650 тысяч рублей на ИИС. Буквально полгода назад не было ничего, сейчас 650 тысяч, на которые будет формироваться доходность. Это моя любимая рубрика на канале, я делаю видеоролики, показываю вам, как инвестировать с нуля, мне YouTube за это деньги платит и я эти же деньги инвестирую. Такая идеальная, можно сказать, схема, мне нравится, мне нравится. Спасибо за просмотр, ссылочки будут внизу на мои социальные сети и другие, там больше контента про инвестиции. В частности, самое главное, это Instagram, там каждый день выхожу в эфир, 15 секунд сториз записать, проблем нет. Telegram тоже записью довольно просто писать, текстовые заметки, там скриншоты прилагать. На YouTube все-таки потяжелее бывает записать видео, выложить, оформить его, подготовиться как-никак. Когда я делаю подготовку сейчас, допустим, нет, просто и скупить иногда подготовку делать приходится. Вот, ну, поэтому я тут довольно редко появляюсь. Что ж, ссылки внизу, также 1000 рублей можете получить в подарок за заказ карты или открытие брокерского счета. Всем удачи!